всем привет я уже отработала машины ели и не только машины и на рамках и поехать сидела думал думала знаете что хочу ступа творить себя из шпината и грибов как вам такая идея мне кажется будет вкусно эти почет что-то типа такого этого как его щавельного супа мне кажется щавель и шпинат очень похожи такси такси здесь не машина остановлена сейчас покажу вам теперь это перед и такая как я отсюда выйду в общем он там наверху не очень удобно но парковочных мест не было а мне нужно выехать вот сюда этот машина стоит проблема вечно как с кем разъехаться что он сейчас свалит посмотрим в общем до динамом и овощей каких-нибудь купить что-то дома ничего нету не помидора салат хочу сегодня сделать в общем опять пока за покупками и я уже дома поставила варить картошку все-таки решила творить она молодая пускай варится и вот все что я купила сейчас я вам покажу как говорится я поехал опять за грибами шпинатом ну естественно прихватила вот такой вот ветчину взяла на завтраки очень хорошая она без жива без всего смотрите замечательно она у нас стоит 3 евро 8 центов эти две штуки здесь полки ну 450 грамм потом взяла фарш что это хотела с фаршем я уже не помню что но я обязательно а вспомню здесь полкило свиноговяжий он у нас стоит 3 30 я вообще люблю сама фарш делать но из-за полкила покупать мясо мне нужно просто сходить в хорошую мясную лапку купить то мясо и сделать фарш нам надолго ну это все в планах как всегда говорится так муку взяла все-таки у меня хочу я очень 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 уже давно пирожки с капустой из картошка представляете да вот такие вот у меня есть желание очень давно уже хочу на месяца два или три вот у меня все для этого есть как вы знаете и сухие дрожжи и обычные дрожжи его и мука теперь ну вы знаете как у меня особое желание есть но я знаю что они супер калорийный ну так хочется нужно как как бы давать пар не знаю в общем как все это будет выглядеть но пирожки хочу может быть в воскресенье за базу не знаю ладно шпинат шпинат у нас стоит евро вот такая вот он уже мой ты здесь у нас 300 грамм шпината даже если не за расходу можно его заморозить и будет все замечательно закипела картошка делаю поменьше газ газ огонь так а хлеб не вот этот очень понравился с семечками жеркодоне здесь и мак а вот тут посмотрите сколько семечек очень вкусный хлеб сейчас я его съем сделаю салат нарежу так шим шампиньоны у нас стоят тоже евро шампиньоны а ну да тут написано не для супа здесь всего-то грамм 260 грамм евро 3 евро и 3 цента на суп шампиньоны помидоры помидоры салатные они у нас стоят евро 49 килограмм представляете вот такие вот они не совсем спелые прям как раз на салат а такие вот вообще в испании любят зеленые помидоры прям зеленоватый вот смотрите как вот этот видите салат именно вот такие добавляют а спелые спелые такие красные из них делают гаспачо вот так вот и вот эти помидоры всегда дороже чем чем остальные не знаю почему может по вкусу так еще взяла за евро килограмм у нас огурцы я в один мешок смешала потому что нужно заботиться о нашей планете и исключать пластик из нашей жизни поэтому все ну где могу стараюсь вот например все весь все овощи в один пакет сложила то есть взвешивали по отдельности они никто не протестует наоборот радуется в общем огурцы у нас евро килограмм и вот такие вот перчик взяла он написан для жарки ну я его везде кладу руб евро 85 перчики дорогие зараза так черешни естественно взяла 5 евро килограмм ну смотрите я вчера брала за 450 у марокканцев фрукту в магазине а в этом в меркодоне на 50 центов подороже но там ты можешь сама выбирать смотреть какая она черешня у меня сестра помню в прошлом году сама черешни к черешнике выбирал у меня столько терпения не хватит чтобы каждую черешнику выбирать но она очень хорошая так сказал уже и цветная капуста у нас она евро 89 килограмм здесь вот на 250 вышла какая красивая тоже без пакета естественно чем все буду укладывать и резать себе салат у меня будет вареная картошка салат и все еще но для же для счастья то и хлеб вкусный вау в общем у меня вот такая маечка есть здесь были какие-то рукава непонятные вот такие какие-то еще в облипочку непонятная но видите плечо как бы сплетает и там еще рукава были в общем они мне не нравились и я их нафиг отрезала и прострочила вот один рукав получился лучше чем другой но это всегда так откуда я умею шить все очень просто дело в том что как это в прошлом далеком прошлом когда мне еще было лет 16 или 17 я была молодая и красивая я училась на швею за кроссицу да я вообще знаете на кого только не училась у меня столько дипломов что мама не горюй так вот полтора года я училась на швею за кроссицу диплом правда я так и не забрала потому что я больше училась шить для себя а не для работы там чтобы знаете я могу скроить платье могу сшить юбку могу сшить все что угодно да если над этим сидеть но у меня не хватает терпения понимаете мне легче стать пойти и купить а сейчас это еще и дешевле потому что ткани очень дорогие нет когда я не работала когда я сидела дома у меня есть пару платьей даже больше чем пару которые я шила сама они очень обалденные зашивительски но тогда я была на 20 лишним килограмм жирнее скажем так эти платья всем мне большие но они у меня спрятаны очень далеко на всякий случай так что да я умею шить я вообще много чего умею как здесь говорят знаете я когда начинала рад когда училась на парикмахера и начинала говорить они мне говорят ты говоришь жена для бедного мужа то есть это когда человек все умеет типа муж бедный и не может заплатить за все ну за что может другой человек сделать и все это умеет жена делать я говорю ну да наверное нет мне просто нравится мне не нравилось шить знаете я даже еще на чего пошла шить я считала себя всегда полный и тогда в те времена далекие времена сколько лет 20 назад не особо было на полных много одежды муж что ли едет и и у меня такая фигура была у меня грудь маленькая попа большая и хотелось что-то красивое ну и я пошла учиться на шить чтобы себе как говорится шить что-то красивое модное и вот так вот но мне это не пригодилось потому что потом уехала в москву а в москве оказывается могла себе найти одежду я оказалась не такой уж и полный вот такие вот у меня дела представляете еще еще некоторые как это сказать так нюансы знаете обо мне так вот да эти папу здесь а папу все не едет и не едет и просто здесь в труселях сижу у нас так жарко и сейчас посижу еще часик поеду на пляж чарли не буду возить потому что в 45 часов это нереально куда-то с ним гулять зачем его мучить поэтому я сама пойду гулять а так как он все равно спит какая ему разница со мной спать или без меня нет ну конечно ему лучше со но надо мне кажется вы искупать и вообще он мне кажется какой-то лохматый смотрите сколько 6 мне кажется раньше такого не было вообще хочу такой лохматый лохматый какой кому не нравится отворачивайтесь я уже на пляжике пойду сейчас ой водичку попробуем потеплее чем в прошлый раз он сзади меня тетя лежит без верха не могу себя снимать она будет сзади титями сверкать так что вот так сейчас пойду скупнусь потом жирно жирно намажу попу кремом чтобы она у меня совсем не сгорела и буду загорать а как иначе не как вода теплее намного сегодня небольшой ветерок такой в общем шикардос шикардос пошла я куб куб делать куб куб там кораблик плавает еще все как надо приехала домой я сейчас быстренько искупаюсь вот и пойду с чарли погулять он меня уже ждет смотрите какой зарка тебе да зарка а потом я хочу его тоже искупать что-то мне кажется какой-то грязный что такие у нас план цветочки наверно отпалить но это потом вечером уже а пока пойду купаться женщина рыб кормит смотрите как они я сразу думала там дети купаются это вообще пипец какие там караси представляете а это оказывается рыбы там голуби пожрать пришли вот это они дают в общем мы как вы как поняли мы в парке да мы в парке тебе нравится ветерок такой хороший дует прохладненько хорошо гуляется особенно после душика вообще зашибись красота завтра пятница завтра уже целый рабочий день не хочется потом после работы тоже пойду на пляж но только гулять с чарли они купаться паться теперь наверное либо воскресенье либо в понедельник сегодня прям хорошо так наплавалась несмотря на то что вода прохладненькая такая прям ну знаете хочется я быстро так пока бы выхнулась тела даже не понимает чё почем быстренько поплавала и когда начинает замерзать начинает замерзать то быстренько выхожу в общем все по-быстренькому а тут все у нас еще и налад красиво делают в общем такой вид у нас он как хорошо прохладно сейчас белье сниму в общем суп не буду готовить на завтра потому что оказывается муж куда-то уезжает ему надо куда-то уехать я одна дома а для себя одной меня не особо охота готовить да и у меня есть еда поэтому я свободе словно что-то там дальше террасу надо мыть уже птички накакали в общем вот такие дела такое ощущение что нас не значится в 6 но уже время десятый так что буду с вами прощаться до завтра сейчас белье сниму и буду отдыхать и все у меня сегодня последний герой по плану буду смотреть завтра уже пятница скоро выходные буквально че послезавтра в общем до завтра всем пока пока